Вот если говорить про таких два основных бича, как выразился глава государства в последнее время, социально, скажем так, такой культурной нашей жизни, идеологической, то это как раз вот борьба с лудоманией и вот борьба с домашним насилием, бытовым насилием, наверное, являются основными темами, которые мы не только активно обсуждаем в последнее время, но самое главное, в которых мы действительно продвинулись, не стоим на месте. И вот 16 июня, вот буквально получается, уже послезавтра, да, послезавтра в нашей стране вступит закон, как раз таки в силу, новый закон, о борьбе с бытовым насилием. Эту тему мы и продолжим обсуждать. Я хотел бы с удовольствием представить вам наших гостей. Во-первых, у нас в гостях находится депутат Сената Парламента Республики Казахстан Жанна Асанова. Жанна, добрый вечер. А также я представляю заместителя председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел Рината Зулхаерова. Ринат, добрый вечер. Добрый. Спасибо большое, что сегодня вы с нами. Жанна, давайте еще раз все-таки попытаемся разобраться с основными новеллами данного закона. Много слышал такого мнения, скептиков, ну вот какие-то что-то опять придумали. И так это как бы всегда было у нас, да, там борьба с насилием, противоправные действия административные и так далее, и так далее. Что такого качественно нового, что касающегося того, чтобы обезопасить домочадцев от любых форм насилия, принимается теперь в новом законе? Ну, в общем-то, у нас верховенство закона, принцип порядка, это наш главный приоритет, да, и право человека. Потому что Казахстан является участником Конвенции ООН, Пекинской декларации. И вот буквально, я просто начну вот с таких вот верхних вещей, потому что, да, право человека сейчас стоит во главе угла, поскольку геополитическая ситуация, фокус мира на нас, мы сейчас становимся вот как одна из стран Центральных Азии, наверное, я не побоюсь этого слова сказать, основной такой страной, на которую с пристальным вниманием смотрит весь мир. Поэтому, естественно, соблюдение всех стандартов, которые бы обеспечили право человека в нашей стране, начиная с верхнего нашего закона, с Конституции, у нас обеспечено. Но в 2020 году Казахстан заявил к присоединению к Стамбульской конвенции, которая является таким вот основополагающим документом по борьбе с насилием Совета Европы. И тогда было мнение членов Совета Межпарламентской ассамблеи о том, что наши законы не соответствуют в полной мере. И вот за этот период, с 2020 года, по сегодняшний день, на самом деле, до закона нынешнего бытового насилия, хотя он не закон, а бытового насилия, это поправки в наши кодексы действующие, просто усилились... Поправки в существующий закон, да. Да, усилились некоторые нормы, которые, кстати, ничего не имеют общего с отнятием детей и все такое прочее, да, это наказание преступников. Вот, мы за 4 года добились того, что наше законодательство на 70% соответствует нормам Стамбульской конвенции. Вот сразу напрашивается такой вопрос. 4 года ушло, да, я представляю, на самом деле, огромная работа в этом плане проделана, да. Но вот когда мы это все дело вырабатывали, все-таки мы сегодня пришли к каким-то международным стандартам, там, не знаю, западных стран? Нет, мы пришли к своим стандартам. Либо у нас какой-то уникальный какой-то свой, да. Мы пришли к своим стандартам с учетом запроса общества, потому что стали появляться новые явления. Возможно, они и раньше были, но общество о них сейчас больше узнало, да, вот благодаря соцсетям. Мы узнали, это вот скажет правоохранительные органы, выполномоченные по статистике. Но в целом, допустим, для нас очень такая важная новелла, это ведение пожизненного наказания за педофилию, убийство малолетних. Это, я считаю, прорыв, потому что мы же видим, что происходит, все эти ужасные истории. Ну, естественно, ужесточение наказания за все виды телесных повреждений, за побои, это вот все, что связано с семейно-бытовым насилием. Ну и, опять-таки, для меня, не сильно обращая внимание, но создание института поддержки жертв, это вот центры поддержки семьи, это тоже прорыв. И единый контакт-центр, это тоже очень важно. Вот, как вы правильно сказали, каждое новое обстоятельство нового времени, то, с чем мы сталкиваемся по ходу развития формирования общества, оно как раз-таки в этом плане мы держим руку на пульсе, да, и как бы вот такими законами, и самое главное, то, что называется поправками, мы на это реагируем. Ринат, вот вопрос к криминализации, да, вот мы о чем сейчас говорили, закон уже был, до этого всегда. Да, это было запрещено. Но вот хочется понять, вот как говорили, дьявол в мелочах, да, вот то, что ввели многие пункты, теперь относятся уже к криминализированной, да, если я не ошибаюсь. Насколько это повлияло вот на эту ситуацию, насколько действительно сегодня потенциальные домашние абьюзеры, насильники, тираны иногда, да, насколько вот все-таки их психология поведения поменялась, и это отразилось на статистике? Еще рано говорить о том, как это повлияло на поведение абьюзеров, как это повлияло в целом на картину правонарушений в этой сфере. Почему? Потому что, как вы правильно сказали, закон вступает в законную силу 16 июня, в воскресенье. Да, именно как он будет применяться, как будут обращаться граждане и как мы будем расследовать уголовные дела, от этого будет как раз большая зависеть, как поменяется в целом динамика восприятия граждан. В целом, если дополню слова Жанны Весентайевны о том, что в целом государство на протяжении всего своих независимостей, оно последовательно шло к этому закону, к этой сегодняшней реальности. В прошлом году вступили в законную силу изменения в части того, что мы перешли заявительно на выявительный характер. Это было прямое поручение главы государства, высказанное на ежегодном послании народу Казахстана. И мы заметили о том, что если ранее практически в 60% случаев полиция не могла принять никаких мер, потому что жертва отказывалась писать заявление, то с переходом на выявительный характер нам уже не нужно было заявление для того, чтобы привлечь виновное лицо к ответственности. Статистика показала, что если этот год брать, то у нас практически на 20% снизилось количество обращений в органы внутренних дел на семейные скандалы. Почему? Потому что у нас в 2,5 раза больше стали привлекаться к ответственности виновные лица. То есть практически по каждому семейному скандалу, по каждому вызову сотрудников полиции виновные в семейном скандале несут уже ответственность. Ринат, извините, перебью. Немножко непонятно то, что вы сказали, очень интересная вещь. Из заявительно-выявительную. Ну, вот просто возьмем обычный бытовой пример. Супруга, сожительница не заявляет, не говорит, что нет, все нормально, нет, мы сами разберемся и так далее. Вы говорите, что в этом плане закон в любом случае вступает в силу и тиран или дебошир семейный понесет ответственность. Нет ли здесь риска того, что будут какие-то, может быть, ошибки следствия, что появятся те моменты, когда люди не совсем виновные в этом моменте будут привлечены к серьезной ответственности? Здесь как раз таки вступает роль прокуратуры, суда, который является фильтром и решение о привлечении, о виновности принимает не следователь, не сотрудник органов внутренних дел, не участковый, а именно суд. И фильтром тут тоже является прокуратура, которая говорит законно или незаконно, а суд назначает наказание. Вот в этом самая главная роль и функция о том, что невиновных лиц привлечь к уголовной ответственности не получится, как бы этого кто бы не хотел, потому что действуют различные системы сдержек и противодействия. Понял. Жанна, короткий вопрос, да, мы сейчас перейдем еще к этому спикеру, да, вот существует масса поправок и мер, которые, как говорится, не позволяют примирения, да, всякое бывает, опять-таки, в семье разный, бывает раздор, эмоции, там, не знаю, к сожалению, у нас и сегодня у мужчин жизнь непростая, да, нет ли здесь у этой медали второй стороны в том плане, что теперь вот это как-то отразится на институте брака вообще в целом? Больше будет разводов, больше будет каких-то вот моментов, ну, я не знаю, то есть, как говорится, искалеченных судеб, да, где-то вспылил, молодой, горячий, назад, назад хода нет. Вопрос, да, ну, начнем с того, что партнерство, брак это партнерство, это союз двух людей, которые договариваются в семье определенным образом, ну, вести, как бы, организовать свою жизнь. Там нет ничего о насилии, но у казахов есть, из Салдрамаса, в Юбулмайде есть всякие ссоры, но в нормальной семье, во-первых, доносы друг на друга не пишут, ну, и, во-вторых, закон, если не ошибаюсь, позволяет один раз примирение, даже если, как бы, не прошел вот этот срок, да, как называется, срок давности, срок давности, да, один раз примирение возможно. Потом у жертвы всегда есть выбор, писать заявление, не писать, заявлять об этом в соцсетях или нет, но если человек доведен до отчаяния, если он, если это не просто что-то такое обыденно бытовое, он молчать уже не будет, и речь идет именно об этом. Да, с этим-то здесь вообще даже нечего обсуждать, абсолютно правильно вы говорите. Я хотел бы представить еще одного нашего спикера, к нам по видеосвязи подключается психолог, консультант по семейным вопросам Анна Поздеева. Анна, добрый вечер, надеюсь, вы нас слышите. Вот вопрос такой, почему женщины часто не уходят от домашнего тирана? Что их в первую очередь держит? Страх, либо какая-то, может быть, боязнь, ответственность перед детьми, либо какие-то еще факторы? Всех приветствую. То, о чем мы сейчас говорим, это многофакторная проблема, и не только психологическая, но в том числе и социальная, и педагогическая. Что удерживает? Удерживает много факторов. Во-первых, некоторые из жертв не считают, что с ними происходит что-то ненормальное, потому что в истории семьи у мамы и у папы тоже был фактор насилия, и все было в порядке. Такие мамы говорят, ну ничего, потерпи, он состарится, перестанет бить, смотри, какая у нас хорошая семья сейчас. То есть многие даже и не представляют, что они находятся в сложных отношениях. Это один из факторов. Второй фактор – это страх неопределенности и страх неодобрения. То есть, да, действительно, эти люди боятся предстать жертвой и боятся нести ответственность за агрессию по отношению к ним. И здесь проявляется такая нехорошая черта, как «виктимблейминг». Это свойство общества, социума, обвинять жертву в том, что с ней было совершено то или иное насилие. И тогда говорится о том, что ты сама виновата, ты сама его не воспитывала, ты сама его выбрала, вот теперь расхлёбывай. Мы также должны понимать, что тут включается комплекс вективности уже. Это тоже большой многофакторный пласт, в котором присутствует огромное количество наслоенных друг на друга проблем, взаимосвязанных. Мы не можем одну проблему решить. И такая женщина, она неосознанно выбирает именно агрессора себе в партнёры, а остальные ей кажутся неинтересными, скучными, некрасивыми и неправильными для совместного проживания. И поэтому многие женщины выбирают бесконечный ужас, чем ужасный конец. И остаются в этих отношениях на очень долго. Спасибо, спасибо большое. Мне не очень интересно, я психолога. Сейчас, Ринат, мы сейчас к этому подойдём. Да, вот как бы вопрос того, насколько это сейчас теперь позволит нам ещё и ментальность постепенно начать нашу менять. Личный раз, мы ещё раз понимаем, что в подобной ситуации роль государства имеет огромное значение. Если женщина не работает с детьми на руках, ещё и малолетними, конечно, здесь очень важно, чтобы женщину, жертву в этой области, конечно, правильно государство поддержало. Куда обращаться таким женщинам, которые родили в кризисном центре? А там срок пребывания, кстати, заканчивается. Кто может ответить на этот вопрос? Я хотел бы представить вам ещё одного нашего спикера. С нами на связи специалист по социальной работе кризисного центра УМИД Акимата Астаны Светлана Сабаншина. Светлана, добрый вечер. Светлана, вот расскажите всё-таки средний портрет женщин, которые поступают в ваш кризисный центр. Вот почему они приходят к вам? Какие основные, наиболее распространённые с жизненными обстоятельствами они сталкиваются? Добрый вечер. К нам в центр обращаются женщины, пострадавшие от здорового насилия, более 18 до 58 лет. Мы предоставляем 8 специальных социальных услуг. Это специально выводные травы, то есть мы предоставляем комнату, полностью оборудованные. Социально-психологические у нас работают как с детьми, так и с женщинами. Социально-юбидические у нас есть инфляторы, которые помогают в юридических вопросах. Социально-медицинские у нас есть инфляторы, которые помогают женщинам в вопросе здоровья. Также есть инфляторы, которые помогают в юридических вопросах. Есть инфляторы, которые помогают в юридических вопросах. Есть социально-культурные услуги, есть полы, помогаем организовывать посудки, как женщинам, как детям. Все эти 8 видов услуг оказываются у нас бесплатно. И максимальный срок проживания, это все естественно. Сейчас к этой теме тоже вернемся. Еще обязательно касательно политики, работы и поддержки государства в лице этих кризисных центров. Я вас благодарю за интересную информацию. Как мы говорим касательно вот этой адаптации. Женщина попала, существуют ограничения. Кризисные центры, во-первых, не резиновые. Во-вторых, понятно, с ограниченным бюджетом не могут слишком долго там у себя содержать подобных жертв насилия. В этом плане, как у нас закон поддерживает подобные центры? И есть ли сегодня понимание, что дальше делать с подобными жертвами? Вот как раз закон сейчас подразумевает изменения в части полномочий акиматов, которые должны будут разработать внутренние программы для поддержки людей, которые оказались в жизненной ситуации. То есть раньше все равно эти полномочия были ограничены на самом деле. Не было специальных программ. Я надеюсь, что этот закон позволит сейчас уже выделять на это деньги в рамках работы центров поддержки семьи. Создать еще и по... Опять-таки это же зависит от потребностей региона. В каком-то регионе меньше, в каком-то больше. Поэтому это уже каждый акимат будет решать сам, по какому направлению будет работать центр. Ну да. Но самое главное, опять-таки, в первую очередь нам нужно бороться уже не со следствием, а с причинами. Чтобы как можно, как мы говорим, вот у нас в свое время наступило, что домов малюток стало все меньше и меньше. Потому что перестали от детей отказываться. Вот сегодня, я думаю, эти поправки в закон и нормы, которые мы внедряем, должны постепенно, но достаточно быстро в то же самое время привести к тому, чтобы сама по себе проблема искоренилась. А вот как оградить себя от агрессора? В завершении нашего обсуждения хотелось бы самые основные моменты подчеркнуть. Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия? Существует четкий конкретный алгоритм действий, так называемый план безопасности. Первое. Нужно бежать в любом случае в безопасное место. Оттуда позвонить в полицию и заявить о насилии. Правозаконно требовать у сотрудников выехать на место совершения преступлений и направить вас немедленно на судмедэкспертизу. Если вы хотите остаться анонимным, действует бесплатный номер, запоминаем, номер 150. Это национальная служба доверия, там окажут психологическую и правовую помощь, а свяжут с участковыми инспекторами кризисными центрами. Вот такие незамысловатые, простые, мне кажется, действия, которые было бы не лишним, еще раз напомните. Еще раз помните, самое главное, что государство в любом случае, при любых обстоятельствах, стоит на защите вас и никогда, ни в коем случае, не допустит никакого насилия. Я благодарю вас, уважаемые гости, спасибо большое, что были с нами. У нас сегодня в гостях была Жанна Осанова, депутат Сената парламента Республики Казахстан, а также Ренат Зулхаиров, заместитель председателя Комитета административной полиции. Мы бесспорно к этой теме будем еще раз возвращаться, тема очень важная. Ну а пока на этом мы прощаемся, увидимся с вами завтра в это же время в эфире телеканала 24КЗ. И пусть ваш вечер будет добрым. Субтитры сделал DimaTorzok